Всем привет, друзья! С вами Болтарес, и мы продолжаем проходить визуальную новеллу Люси. И когда прошло около 10 минут, механик наконец-то вернулся. Ну что ж, давайте расплатимся и пойдем уже домой с нашим новеньким андроидом. Ну, новеньким, конечно, в кавычках. Честно говоря, я собирался подойти к нему первым. Но я не смог сделать этого, потому что как только механик увидел меня, он бросил все, что было у него в руках и побежал ко мне как безумец. Затем он крепко сжал мои руки. Пожалуйста, оставь мне Люси! Ага, конечно! Ишь ты, блядь, какой! Что за странная ситуация? Он как будто спрашивает отца своей девушки, позволит ли он жениться на ней. Я сразу же сообщил о своем решении. Нет, я не дам тебе жениться на ней. О чем ты? Ты бредишь? Это мои слова. Ты вообще думаешь о том, что ты делаешь? Владелец некоторое время приводил себя в порядок. Вы знаете, наверное, он сейчас встанет в залупу, потому что он ведь знает, каким образом достался нам андроид Люси. Он в курсе, что мы нашли этого андроида. Поэтому нужно было, конечно, наверное, все-таки не говорить ему об этом. Возможно, это был не самый лучший способ сказать об этом. Парень, ты хочешь продать мне этого андроида? Это было крайне неожиданно. Ты хочешь, чтобы я ее продал? Да, я могу тебе дать столько, сколько ты не унесешь. Он взял свой калькулятор и показал мне сумму. Так, и сколько же там, и сколько? Я был ушеломлен в течение пяти секунд. Ты серьезно? Конечно. Ну что, неплохая сделка для ученика, так? Не каждый взрослый может раздобыть такую сумму легко, чтобы ты знал. Глядя на состояние этого старого здания, я могу только гадать, как он может позволить себе тратить так много. Он чересчур волнуется. Я тихо посмотрел на Люси. Она стояла, не двигаясь. Вероятно, она не ожидала, что такое могло произойти. Люси приняла страдальческий мрачный вид. Я почти мог представить неприятную картину. Покищенный раб выходит в море. Да ладно, это немного грубо, не думаешь? Он не собирается есть тебя живьем или типа того. Я повернулся лицом к механику. Ты заплатишь так много? Ты правда думаешь, что Лиси стоит таких денег? Конечно! Он закричал в волнении. Это меня пугало. Но было такое чувство, словно мои барабанные перепонки вот-вот лопнут. Слушай внимательно. Любой дорогой робот поставляется с искусственным интеллектом или модулем, который позволяет имитировать человеческие эмоции. Ты ведь это знаешь, так? Ну да, в некотором роде. Ну, создание такого модуля является невероятно сложным процессом. Даже если так, ты знаешь, насколько хорошо они работают. Если сравнивать их с реальным человеком, то они до сих пор еще далеки до него. Именно, независимо от того, сколько усилий мы вложим в создание этих модулей. Они могут только копировать людей в самом, что ни на есть, прямом смысле. Для них пока невозможно чувствовать или думать, или испытывать их собственные эмоции. Мне кажется, я начинаю понимать, что ты хотел до меня донести. Оглянувшись на Люси, я начал обдумывать то, что он пытался мне сказать. Ты проницательный парнишка, не так ли? В наши дни дети очень хорошо обучают. Ну, и что я пытался этим сказать? А я не знаю, что он пытался сказать. Это наш главный герой решил выебнуться. А мне теперь нужно что-то тут решать и выбирать. Люси на самом деле человек под видом робота. Люси на самом деле принцесса под заклятием. Люси крайне хорошо сделает робот. Ну, давайте, наверное, возьмем третий вариант. Он самый адекватный. По факту ты хочешь сказать мне, что Люси крайне умный робот, который способен воспроизводить естественные человеческие эмоции. Правильно? Честно говоря, я тоже был крайне удивлен этому. Я никогда не видел робота, который мог бы имитировать реального человека настолько хорошо. Даже самые новые модели раскрывают свои недостатки спустя минуту после начала разговора. Но я не могу выявить что-то подобное при разговоре с Люси. Такое чувство, будто говорю с реальным человеком. Угу. Проще говоря, это человек, сделанный из металла. Человеческий робот. Железная гева. Революция в отрасли робототехники. Парень, который создал Люси, должен быть настоящим гением. Хм. Хорошо, что он остановился, прежде чем назвал Люси супергероем в силовой броне. Никто не любит иски о нарушении авторских прав. В любом случае, если она такой невероятный робот, почему тогда она была брошена? Ох, я нашел кое-что странное. Была какая-то стройная защита, которая не давала роботу функционировать должным образом. Стройная защита? Я смутно припоминаю что-то такое. Люси, будучи в режиме бесполезного хлама, говорила об этом что-то вчера. Что бы это ни было, сейчас, похоже, с ней все в порядке. И ты ее убрал? Да, это было не так сложно. Пока ты видишь одну из них наглядно. И мне просто любопытно, почему они потрудились сделать такую вещь, прежде чем вот так вот выбросить. Он задумался. Это может означать, что изобретатель хотел спрятать эту новую технологию от человечества. Если же нет, то возможно... А что если произошла серьезная ошибка? Я тоже так думал, но провел несколько тестов и ничего не нашел. Могу с полной уверенностью сказать, что она никому не навредит. Зачем ей вообще вредить людям? Там же есть все-таки законы, вот эти вот не сделай говна, люби человека. Она не будет представлять какой-либо угрозы для человека. Так как подчиняется трем законам робототехники, как и все роботы. Ну вот я о чем и говорил. Три закона робототехники. Первый. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Третий. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам. Эти законы позволяют нам, людям, держать роботов под контролем. Это придает уверенности в том, что люди всегда будут иметь власть над роботами. Можно избежать крупных катастроф, если эти законы будут должным образом соблюдаться. Я слышал, что если робот когда-нибудь ослушается одного из законов, он немедленно отключится при любых обстоятельствах. Вот почему в этой системе нет явных недостатков. Я снова обратил свое внимание на цифры на калькуляторе, затем посмотрел на Люси. Она посмотрела на меня взглядом испуганного щенка, вызывая неприятные ощущения на моем лице. После минутного колебания Люси, казалось, обдумала что-то и медленно пошла ко мне. Что, ей есть что сказать? Хозяин, простите за то, что перебиваю, но... Что не так? Люси, я просто хотела сказать, что она правда способна делать что угодно. Именно поэтому Люси считает, что она могла бы помочь хозяину справиться с любой задачей. Да, и? Ну... И что? Ну что ты сиськи мнешь, Люся, говори как есть. Именно поэтому... Мне никогда не надоест видеть Люси такой подавленной. Это, похоже, дает волю моему скрытому садизму. Она старается изо всех сил показать свое очарование. По сути, Люси рекламирует саму себя. Не каждый день такое увидишь. Но она так далеко зашла ради меня. Было бы слишком жестоко оставить ее в этот момент. Сделки не будет, так что успокойся. Как только я закончил свое предложение, взгляды на их лицах были как день и ночь. Механик дуется в то время, как Люси вздыхает с облегчением. В любом случае, она теперь готова идти. Так, вот деньги. Дрожащими руками я беру некоторую сумму из своего кошелька и передаю ее. Мои деньги, мои деньги. Механик малость колебался, но в итоге все же берет ее с горьким взглядом. Пока что да. Но старайся не нагружать ее ноги некоторое время. Все будет хорошо, если Люси будет ходить по дому. Но она должна избегать любых длительных периодов ходьбы. Ну окей, понятно. Так, я должен снова принести ее домой на спине? Что ж, видимо, выбора у меня нет. Но она не слишком тяжелая, так что я справлюсь. Ну, на сегодня все. Благодарю. Его глаза полны сожаления. Он, правда, не хотел отдавать Люси. Но я проигнорировал его и готовился уходить. Я обязательно заплачу тебе за еще один визит, если что-то произойдет. Ладно, но постарайся относиться к ней хорошо. И не нагружай ее сильно работой. Ладно. Увидимся, Люси. Ты можешь приходить в любое время. Взгляд на его лице, пока он махал на прощание Люси, был действительно завораживающим. Был такое чувство, что он, словно отец, оставляет свою дочь с другим мужчиной. У парня точно поехала крыша? Я определенно сделал правильный выбор, забрав Люси. А кто его знает, ребят, что бы могло тут произойти, если бы она осталась с ним? Странно, кстати, что нам не предложили вариант продать ее или нет. Потому что, ну, можно было бы сделать одну из концовок у игры такую, правильно? Мы вышли из магазина и немного прошлись, пока не дошли до тротуара. Я остановился, тихо пригнулся, повернувшись спиной к Люси. Залазь. Я решил разъяснить, что надо сделать, чтобы убедиться, что она поняла. Это означает, что ты должна осторожно обхватить мою шею руками и залезть мне на спину. Ну, думаю, после этого она поняла. Хозяин. Небольшой вопрос. Какой? Неужели хозяин думает, что Люси глупая? Похоже, я могу больше не волноваться о том, что меня задушат до смерти. Ну, Люси, ну ты же понимаешь, с роботами никогда дел не имел. Откуда я могу понимать, какая ты глупая или нет? С первого раза ты понимаешь или нет? Я чувствую, как ее вес постепенно распределяется по моей спине. Люси очень легкая для робота. Возможно, она весит, как обычная девушка. Хм. Что такое, хозяин? Ну, нет, ничего. Как только она забралась на мою спину, я тут же почувствовал исходящий от нее приятный аромат. Не слишком резкий, он мягко распространяется вдоль моего носа. Сладкий фруктовый аромат. Запах юной девушки. К тому же есть и аромат, который сродни зрелым женщинам. Он не перестает воздействовать на мозг подростка в период полового созревания. Плохо. Я никогда не испытывал чего-то подобного. Это не было сегодня утром. Тогда почему сейчас? Скорее всего, из-за запаха его раньше не было. Чувствуя себя немного неловко, я отчаянно попытался понять, что происходит. Частота сердечных сокращений хозяина быстро растет. Что-то случилось? Она измеряет мой пульс. Это нечестно. Я немного смутился из-за понимания того, что нервничаю. Не в состоянии сдерживаться, я решил быть честным перед самим собой. Этот запах. Что это? Это из-за этого? Человек в магазине дал Люси различные подарки. Он сказал, что Люси, как и любая другая девушка, должна заботиться о себе. Она достала флакон духов, который был среди многих других аксессуаров для макияжа. Боже, этот парень стрёмный. Правда стрёмный. Он один из тех людей, кто проводил бы много времени, заставляя свою собаку одеваться в различную одежду. Если считать это жестоким обращением с животными, не будет ли что-то подобное по отношению к роботу считать домогательством? Хм. Ну, я не знаю. Все эти вещи просто отдать роботу? Какой глупый парень. Почему ты смеёшься? Просто так. Я был соблазнён роботом? Ну, у неё есть все достоинства человека. Вам тяжело? Что ты хочешь этим сказать? Я намеренно стараюсь казаться раздражённым. Но на неё это никак не влияет. Тело Люси не слишком ли Люси тяжёлое для хозяина? Да нет. Ты нам на самом деле легче, чем я думал. Причём это и сам сказал нам главный герой. Что она весит практически как обычная девушка. Ну, ты легче, чем я ожидал. Правда? Да. А чё, на диету что ли решила сесть? Хозяин правда так думает? Хозяин не собирается сбрасывать Люси со спины, пока она нежится в своём счастье? Это должно быть смешно. Тебя обманывали всю жизнь. Возможно, я был слишком груб с ней. Не думал, что она станет таким скептиком. Пока я полностью её таковой не сделал, решил с этого момента относиться к ней немного добрее. Ну вот смотрите, ребята, уже первые шаги к андроидам мы делаем. Я услышал тихое хихиканье за моей спиной. Неужели роботу действительно приятно, когда ему говорят, что он лёгкий? Не знаю. Люди не способны понять сердце робота. Как говорится, сердце робота потёмки. Ну вот мы... А, нет, я уже думал, мы окажемся дома, но ещё, видимо, нет. Вскоре улицы стали погружаться в оранжевый свет вечернего солнца. Окружение сегодня менялось медленнее, чем обычно. Может быть, это из-за того, что я нёс Люси на своей спине? Но не похоже, что прошло много времени. Скоро наступит зима. Об этом свидетельствуют более короткие дни. Люси всё это время ничего не говорила. Я украткой посмотрел на неё, думая, что она спит. Но она не спала. А что же это она делала? Наблюдала за нами? Втихаря. Люси в раздумьях смотрела на всё вокруг. Она словно ребёнок, видящий приятный сон. Я вижу, как её глаза сверкают. Неужели оно увлекательно? А что хозяин имеет в виду? Ну, это место. О, да. Оно довольно чудесное. Не могу сказать, что согласен с ней. В отличие от города, тут мало что может задержать наш взор. Здесь также нет красивых пейзажей. Мы просто идём по обычной старой улице, подобно которой можно найти где угодно. Что именно в этом месте тебе кажется чудесным? Всё? Всё? Да. Абсолютно всё. В прошлом Люси всегда требовалось разрешения выйти на улицу. Люси редко удавалось гулять по улицам, как сейчас. Мда. Так что в основном интересно смотреть, как всё меняется вокруг Люси, как всё движется. Созерцать свежий новый вид один за другим. И всё это можно увидеть у Люси на пути. Люси считает это восхитительным. Именно поэтому всё выглядит так чудесно. Понятно. Я не могу почувствовать того, что она описала. Ну потому что мы на это каждый день смотрим по нескольку раз. Конечно, это всё приедается, поэтому ничего такого чудесного и увлекательного мы в этом и не находим. Хозяин. Да-да, я тебя слушаю внимательно. Что такое? Люси просит прощения. С чего бы ты это вдруг? Я застегнул... Я застегнут врасплох неожиданным извинением. Сделала ли она что-то плохое? Люси была слишком болтливой и раздражительной сегодня. Она просит прощения. Люси должна быть спокойной и понимать других, но... Мне показалось странным то, как Люси рассказывала о типе своего характера. Если бы кто-нибудь кроме Люси сказал мне то же самое, я бы, наверное, посмеялся над этим. Любой человек сам по себе никогда не сможет узнать свой настоящий характер, сидя перед зеркалом, видя все свои недостатки. Сидя перед человеком, который видит все недостатки твоей личности. Если ты когда-нибудь захочешь узнать что-либо о себе, об этом тебе расскажет кто-то другой. Именно поэтому, пытаясь описать себя, ты описываешь того, кем бы хотел быть. Это просто пучок несуразного бреда. Но так поступает только человек. Люси андроид? Она не человек. Именно поэтому не так странно слышать такое от нее. Люси была счастлива от возможности поприветствовать своего первого хозяина. К тому же, в последний раз Люси активировали давно, так что это был немного волнующий момент. Люси так естественно рассказывала о том, что чувствовала. Она была рада встретить своего первого хозяина. И она счастлива снова иметь возможность ходить. Ты никого раньше не обслуживала? Нет. Хозяин у Люси первый. Понятно. Похоже, она новая модель, которой никто никогда не прикасался. Хоть это и звучит грязно, но я не это имел в виду. Люси очень понравилось проводить время в лаборатории. Все исследователи были так добры ко мне. Люси также говорила с ними о разных вещах и узнавала много нового. Она сказала, в лаборатории? Ох, я уверен, что они относились к ней хорошо. Всякий раз, когда Люси говорила что-то интересное или делала что-то, что ей было сказано, они были очень счастливы. Они говорили, Люси очень умная, и гладили ее по головке. Люси это очень нравилось, поэтому Люси решила узнать как можно больше и сделать намного больше вещей. И они начали любить Люси еще больше. Они, скорее всего, просто тестировали ее способности. Ко мне в голову пришел довольно тревожный сценарий. Для Люси, однако, это драгоценные воспоминания о ее прошлом. Но есть один важный вопрос, на который еще предстоит ответить. Тогда почему тебя бросили? Я всегда хотел это у нее спросить, но не мог себя заставить сделать этого. И спросил себя, почему? Может, из-за того, что начинаю заботиться о чувствах этого робота? Я покачал головой. Совсем уже рехнулся. Это только из-за того, что она говорит как настоящий человек. Опасная мысль. Давай-ка, уходи из моей головы. Я выпалил свой вопрос. Тогда почему тебя бросили? Люси в ахуе. Она притихла. Некоторое время ничего не говорила. Тишина превратилась в неловкое молчание. Я начинаю жалеть о том, что задал этот вопрос. Потому что никто больше не любил Люси. С этими словами Люси, наконец, нарушила тишину. С определенного момента они перестали улыбаться Люси. Они перестали хвалить Люси. В конце концов, они забыли о Люси. Во время работы на резервном питании Люси могла следить только за уходящим временем. Не делая абсолютно ничего. Дни превратились в вечность. А потом... Потом... Люси еще раз притихла. Потом она поняла, что лежит в пыли. Скорее всего, Люси хотела сказать это. Может, им что-то в ней не понравилось, или они нашли существенный изъян в ее конструкции. Но мне не нравится факт, что они ее бросили после того, как дали столько любви и внимания. Они были такими опрометчивыми? Во мне стала расти злость, злость на тех жестоких исследователей, что были лишены чувства ответственности. Когда я вернул над собой контроль, то был удивлен тому, насколько разозлился. О чем я только думаю. Они просто выбросили неудачный эксперимент. Объект на моей спине – ничто иное, как выразительная подделка. Она нереальна. Она не живое существо. Вполне естественно, когда ненужную машинерию выбрасывают. Поэтому не было необходимости так злиться на них. Пульс хозяина снова растет. Что-то не так? Ничего. И хватит все это время измерять. Но Люси запрограммирована на автоматическое отслеживание состояния здоровья хозяина. Тогда это приказ. Я приказываю тебе не измерять что-либо с этого момента. Приказ? Тогда у Люси нет выбора. Снова наступила тишина, но на этот раз не такая неприятная. Но Люси очень благодарна хозяину. Я не могу уследить за ходом мыслей этого робота. Чего? Люси не знает, сколько времени прошло с тех пор, как она была брошена. Но судя по температуре Люси, прошло много времени. Люси всегда была окружена темнотой, и она никогда не чувствовала никакого присутствия человека. Было очень темно. Очень темно. Люси чувствовала себя очень одиноко. И вдруг Люси услышала нежный голос. Не помню, чтобы я с тобой так разговаривал. Но для Люси это был мягкий, нежный шепот ангела. Цвет в темной бездне, давно утерянный, для Люси наконец-то вновь вернулся. Это был хозяин, который нашел Люси. Ты все слишком преувеличиваешь. Она определенно преувеличивала. Я просто случайно ее заметил, когда проходил мимо. Люси старалась изо всех сил, чтобы хозяин заметил Люси. Люси изо всех сил толкала и тянула свое тело. И тогда замерзшие руки Люси чудесным образом начали двигаться. Ее действия не имели какого-либо существенного значения. И только благодаря секундной прихоти я забрал ее домой. Но я удивлен, что такие простые действия дались так тяжело роботу. Люси очень благодарна хозяину за то, что он забрал ее. Без каких-либо колебаний сказала такие постыдные вещи. Похоже, это одно из преимуществ быть роботом. Я почувствовал, как мое лицо начало краснеть. И быстро опустил голову, чтобы скрыть свое смущение. Заткнись. Я собираюсь заставить тебя заплатить за все это. Так что тебе было бы лучше быть готовой к этому. Да, хозяин. Люси готова. Что смешного? Почему ты продолжаешь смеяться? Это меня пугает. Люси не знает. Она не может сдержать свой смех. Может, это неисправность? Что Люси должна сделать? Люси тихо приложила свою голову к моим плечам. Ощущение ее мягкой кожи заставило меня вздрогнуть. Она ощущается совсем по-другому. Этим утром Люси была другой. Будто у меня на спине сейчас настоящий человек, а не робот. Я начинаю задаваться вопросом, что может быть причиной этой разницы в восприятии. Это эффект плацебо? Или же что-то действительно изменилось с утра? Если что изменилось, то был ли это я? Или робот? Я продолжил размышлять над этим вопросом по дороге домой. Но не смог на него ответить. Я вообще думаю, нам нужно прийти домой, поспать как следует. И, как говорится, утро вечера мудренее. Это там уже с утра будем думать. Три закона робототехники. Нам опять напоминают о этих трех законах. Не знаю почему. Уже в который раз. Нахуя он нужен? 13 октября ты. Да, я. Что? Что я? Что ты? Что 13 октября? Я открыл входную дверь и вошел в дом. Дома, походу, никого. Чувствовалось что-то присутствие внутри. Но обычно такого не происходит. Я услышал несколько голосов, которые доносились из телевизора в гостиной. Мой отец, похоже, вернулся домой пораньше. Ага. Это заставляет чувствовать себя неловко. Без особых усилий снял ботинки, используя только ноги. Если подумать, я всегда был дома один. И так с тех пор, как я стал достаточно взрослым, чтобы заботиться о себе самостоятельно. До этого мы нанимали домработницу, чтобы поддерживать порядок в доме. Тем не менее, это продлилось до того момента, как я поступил в среднюю школу. С тех пор я остался наедине с собой. Завтракал в одиночестве, обедал тоже. Этот цикл повторялся бесконечно. Я даже не помню, когда мы в последний раз ужинали вместе, как семья. В этом доме нет такого понятия, как еда домашнего приготовления. Я перепробовал так много различных видов лапши в своей жизни, что уже запомнил вид каждого бренда. Мой отец ставит работу в высшей семье. И моя новая мать следует за отцом куда угодно, чтобы поддержать его, в то же время практически полностью игнорируя меня. Такая вот семья в данный момент. Видеть кого-то у себя дома совершенно неестественно. Ну и не будем тогда мешаться там ползать под ногами, пойдемте в свою комнату. Мой отец сидел на диване перед телевизором. Какой суровый батя у нас. Ты вернулся? Он даже не посмотрел на меня. Это значит, что он не в духе. Да, отец. Ты сильно опоздал. Я посмотрел на часы. Ну, на самом деле не так поздно. Были моменты, когда я возвращался гораздо позже. Интересно, знает ли этот человек сколько мне вообще лет? Где ты гулял так долго? Разве ты не знаешь, что тебе скоро в колледж? Я не удосужился ответить. Говорит человек, который никогда не обращал на меня никакого внимания. Думаю про себя. Я не лажу со своим отцом. У нас достаточно плохие отношения по сравнению с другими семьями. Ну, этого следовало ожидать. Мы никогда не проводили много времени вместе. Не ходили в зоопарк. Или играли вместе в футбол. У меня нет таких воспоминаний, которые возможно есть у моих ровесников. Мои самые ранние воспоминания касаются сурового лица моего отца. Так что было бы еще более странным, если бы мы на самом деле ладили. Когда я стоял в тишине, старик начал свою следующую атаку. Ты меня не слушаешь? Он до сих пор не смотрит на меня. Я продолжил заниматься своим делом. Мы возвращаемся к своим устройствам. Чтобы разрешить любые конфликты в семье, вы обычно должны сесть вместе и поговорить об этом. Но мой отец не думает, что в этом есть необходимость. Он думает, что все в порядке. Все равно было бы очень больно говорить с этим человеком лицом к лицу. Я просто остановился кое-где на пути домой. Да, я просто буду общаться с ним как всегда. До тех пор, пока не заставлю его злиться. Этого вполне достаточно для меня. Мне просто нужно поддерживать мир между нами. Всегда было так. Как обычно, я стараюсь изо всех сил, чтобы не раскачивать лодку. Я не знаю, что вы, дети, делаете в это время. Но помните, что ученики вроде вас должны учиться. Я говорю это ради тебя. Так что хватит водиться с теми, кого интересует только веселье. Ты не можешь позволить себе потерять из виду свою главную цель. Сосредоточься. Я пошел в свою комнату. С этими словами я попытался убежать. Наш разговор обычно примерно так и заканчивался. Но Люси, которая молчала все это время, решает что-то шепнуть мне на ухо. Простите, Люси, но этот человек является для хозяина отцом. Я колебался, ответите или нет. Но в конце концов я тихо шепнул ей. Да. Люси постучала по моим плечам. Хозяин, пожалуйста, отпустите Люси. У меня нет иного выбора, кроме как удовлетворить ее желание. Может, голос Люси застанет его врасплох. Потому что мой отец, наконец, повернулся ко мне лицом. У него озадаченный взгляд. А кто твой гость? С широкой улыбкой Люси взялась за край своей юбки. Затем она безупречно выполняет реверанс, которому позавидовала бы даже принцесса. Здравствуйте. Перед отцом антроид с безграничными возможностями. Люси Валентайн. Люси с этого момента будет под опекой отца, так что она надеется, что хорошо повладится всеми. Что? Это просто робот? Его отношение полностью изменилось. Резкость в его голосе пронзила каждую клетку моего тела. Но Люси, похоже, этого не заметила. Или, скорее всего, притворяется, что не заметила. Она продолжает с улыбкой. Готовка, уборка, стирка. Пожалуйста, оставьте все Люси. Работа по дому не проблема для Люси. Мне жаль, но этой семье ничего не надо от робота. Я предлагаю вам найти другое место проживания. Прошу простить, Люси. Но есть куда больше вещей, которые она может делать, кроме обычной работы по дому. Например, может быть, она будет давать нам уроки. Ой-ой, это выглядит не очень хорошо. Тем временем, Люси продолжает рассказывать дальше, совершенно не обращая внимания на то, что сейчас произойдет. Люси также поможет помочь облегчить опасения отца по отношению к его сыну. Люси является идеальным учебным пособием с доступом к лекциям всемирно известных профессоров из различных университетов. Ну вот я, собственно, про это и говорил. Она говорит так, как будто собирается встать моим личным наставником. Люси умеет еще много... Имеет много возможностей, такие как шитье, сантехника и... «Где ты нашел этот кусок мусора? Убери этот с глаз моих!» Крикнул батя. Его выброс ярости столь же внезапный, сколько и сильный. Он застал Люси врасплох. Она отступила назад в тревоге. Тут нечему удивляться. Я видел, как это все нарастало, словно снежный ком. Это подарок от друга. Я инстинктивно соврал. Если скажу ему честно, что нашел ее на свалке, он определенно заставит меня вернуть андроида на место. Просто скажу, что получил ее от друга Гирса. Отец знает его манеры. Теперь он никак не сможет заставить меня выбросить подарок. Хм, на самом деле. Ты с самого детства не переставал создавать проблемы? Что я тебе всегда говорил? Роботы разрушают общество. Ты забыл об этом? Мой отец всегда был таким. Роботы становятся все более распространенным явлением. Они постепенно вклиниваются в нашу повседневную жизнь. Но мои родители считают их злоумышленниками, проникающими в человеческое общество. Они не в состоянии признать скачок в технологиях, пока отказываются отпустить старые. Они просто отказываются сосуществовать с роботами. Благодаря этому я с самого детства слышал только плохое о роботах. А что плохого в том, чтобы держать одного из них дома? Ты спрашиваешь, что плохого? Я прочитал, что в наше время большинство семей владеют андроидами. Почему мы не можем оставить у себя одного для удобства? Я определенно поддел маслом огонь. Удобство? Подумай о типе людей, которые заботятся об удобстве. Удобство делает нас ленивыми. А когда мы ленивы, наши умы не работают должным образом. Удобство ослабляет наш ум. Ну, я бы, конечно, так не сказал, хотя частичка-то правды она все-таки есть. И так они проживают остаток своей жизни. Не понимая, что они безнадежно ленивы, в конечном итоге проживают бессмысленное существование. Я уже сбился со счета, сколько раз слышал это от него. Сегодня вариант лекции Б. Они идут от А до Я, кстати. Я так устал от этого. Просто хочу прекратить этот разговор и уйти так скоро, как это возможно. В любом случае, я уже принял тот факт, что андроид будет здесь. Я единственный, кто будет его использовать. Так в чем же проблема? И кто будет платить за электричество? Кто научил тебя быть таким эгоистичным? Я начинаю достигать своего предела. Мужа, я хочу уйти. Тогда я буду платить. Могу найти временную работу. Работу? Ты собираешься найти работу? Ты будешь работать, когда ты должен учиться? Да. Ты вообще понимаешь, насколько важен этот этап в твоей жизни? В это время ты должен выбрать свое будущее. И кто тебе разрешил планировать работать? Ты действительно думаешь, что в состоянии получить у меня разрешение без каких-либо усилий? Дети вроде тебя должны учиться. Просто закрой свой рот и учись. Это нам что, по его сосу прилетело? Хорошо, я верну должок, когда вырасту. Так что просто оставь меня в покое, черт побери. Я крикнул так громко, как мне позволяли мои легкие. Его глаза расширились от шока. Этого следовало ожидать. Никогда раньше не повышал голоса на родителей. Ты не сделаешь это. Ты не сможешь этого сделать. Тогда что я, черт возьми, должен сделать? Я так зол, что почти чувствую пар, исходящий из моей головы. В то же время глаза моего отца быстро сузились и начали гореть от гнева. Ну вот, теперь мы точно получили по лицу. Время замедлилось, и я изо всех сил пытался понять, что произошло. Я стою на месте, схватившись за свою горящую щеку, и смотрю на своего отца в шоке. Не зная, что делать, Люси безостановочно ерзает. Когда ты стал таким упрямым? Я никогда тебя таким не растил. Ну, потрясенный и униженный, я больше не мог сдерживать огонь своей души. Я отвернулся и пошел в свою комнату. И взял Люси с собой. Хозяин? Поколебавшись, Люси, в конце концов, поклонилась моему отцу и пошла со мной. Позади себя я слышал крик своего отца, но сам даже не обратил на это внимания, потому что был ослеплен яростью. Вот таким вот образом мы познакомили нашего андроида с отцом, и он, естественно, был не в восторге. И, войдя в свою комнату, мы закрыли за собой двери. И чем мы будем заниматься, и как развернется история дальше, узнаем в следующей серии. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!